Сергей Иванович, хочу сказать, спасительная лучевая терапия больных рецидированный ракопрестательной железы после простатоктамины. Жан Сергеевич. Спасибо, Сергей Васильевич. Но я вообще хочу повиниться, что я увидел, что доклад у меня не 20 минут, а 15, когда сидел здесь на первом ряду. И поэтому я все-таки попытаюсь некоторые слайды сокращать. Так что вот о том, что это ракопрестательной железы, частое заболевание среди мужчин, все знают. И лучевая терапия, хирургия и радикальная простатоктамия – это два практически одинаково использующих методов лечения. После каждого есть рецидивы. И после радикальной простатоктамии они есть. Чем больше распространенность, тем выше вероятность рецидива после радикальной простатоктамии. У больных с высоким риском порядок исследований даже больше, чем у половины больных этих рецидивов. И вот биохимический рецидив – это тогда, когда уровень ПОСА прогрессивно увеличивается после операции и пересекает вот такую грань 0,2 мг на миллилитра. И вот это тогда и уже будет сегодня официально считается рецидивом маркерным или биохимическим. И тогда, когда включаются все методы диагностики и находится это место, где болезнь снова локализовалась, это уже будет клинический рецидив. А лучевая терапия, которая используется у этих пациентов, она в иностранной литературе считается и называется спасительной лучевой терапией у больных, у которых были локорегиональные рецидивы. А начало лечения этих категорий больных относится к 90-м годам прошлого столетия. Видно, здесь вот одно из первых исследований клиника МАИО, 27 больных, прослеженных больше трех лет. У них почти у 40, почти у половины больных после такой лучевой терапии нет признаков болезни. Появилось много исследований уже по лечению с лучевым спасительным. По спасительной лучевой терапии у этих больных, значит, мы здесь, видите, больше 600 больных, медианом наблюдения 6 лет. Ясно, что проведение спасительной лучевой терапии увеличивает опухоль и специфическую выживаемость. Значит, здесь уже больше 2600 больных, с которых больше 850 получали лучевую терапию. Это 10 лет наблюдения, и лучевая терапия уменьшает риск локорегионального рецидива, увеличивает интервал времени до системного прогрессирования. И эффективность и результаты этой терапии зависят от уровня маркера простатспецифического антигена. Видно, что за 7,5 лет, если мы посмотрим, при увеличении уровня ПСА от 0,5 до 1,5, вот вероятность излечения, вероятность получения выживаемости без признаков болезни уменьшается с 48 до 18%. Есть связь с дозой лучевой терапии. Видите, что при дозе меньше 65 игр, если мы сравниваем эти дозы, выше 66 игр, вероятность биохимической прогрессии достоверно уменьшается. Здесь сравнительное исследование между 60 и 70 игреями увеличивается безрецидивная выживаемость с достоянностью из 4 до 54% на 20%. Если мы обратимся к тем стандартам, которые используются при лечении больных с рецидивами рака после радикальной простатоктомии, мы можем увидеть вот это последние опубликованные стандарты в НССН. А первое сообщение об этом, о том, что спасительная лучевая терапия стала стандартом, относится к 2009 году. И дозы лучевой терапии тогда были около 60, чуть больше игреев рекомендовали со временем. Они уже увеличились, вот сейчас до 72 игреев. И с оговоркой, что если этот рецидив подтверждается морфологически, и он значительных размеров, то дозу можно еще больше увеличивать. В 2013 году появилось сообщение, вот включили в стандарты уже лучевое воздействие не только на ложе, представительные железы локальные, но и включать в некоторых больных выборочных зоны регионального метастазирования. Вот и уже вот версии 2 за 2017 год не только самостоятельная лучевая терапия, но и рекомендуется добавление гормональных препаратов тогда, когда уровень простацепетрического андигена увеличивается до единицы и выше. И сегодня используется и конформная лучевая терапия, и облучение в мире с модуляцией интенсивности. Вот здесь видно, что достоверно уменьшается доза на критические органы при АМРТ по сравнению с конформным облучением, при мокерском, еще и пузырь, головки бедренных костей. Значит, покрытие, питье и нагрузка на критические органы, она однозначна при объемном модулированном облучении АМРТ. Ну, мы сейчас представим вот наш опыт лечения этих больных. У нас прошло 92 больных 2010 года по 2015, которые мы посчитали результаты. И у одной, третьей больных мы так и не нашли зону, где локализуется рецидивный опухоль. А у двух третей выявили ее в локорегиональной зоне. И с самого начала мы сочетали лучевую терапию и гормональное лечение тогда, когда уровень ПСА был больше 1 ногограммона, когда были величины рецидивного опухоли более 5 мм, более высокий глиссен, чем 7. Ну, и еще часть больных, оно поступало на лечение уже тогда, тогда, когда им по месту рецидивства назначили гормональную терапию. И вот если мы рассмотрим вот нашу группу больных, мы можем увидеть, что у больных, которым назначалась гормонолучевая терапия, вот при ПСА больше единиц, их было в 3 раза больше, чем те, кто получал самостоятельную лучевую терапию. Вот мы использовали и конфорное облачение, и АМРТ, и объем модулированную лучевой терапию. И 40 месяцев, это медианное наблюдение, все больные живы. И ни у одного из пациентов в последующем не было найдено локальные рецидивы, или локорегиональные. При длительности, вот в 50 семи больных, мы их последили больше, больше трех лет каждого. И, значит, мы видим, что по мере увеличения у нас также уровня маркера ухудшается вероятность получения, вероятность достижения высоких результатов, наиболее высоких, 95% беспризнаков болезни, там, где ПСА меньше 0,5 нм, а при более высоком уровне этих показателей хуже. Кроме этого, мы видим, что на вероятность излечения беспризнаков болезни влияет и скорость удвоения значения ПСА, если она выше, чем 6 месяцев, то вот эти все 27 больных, у него одного из них нет в биохимической прогрессии, а у тех, у кого оно ниже, результаты несколько хуже. Вот здесь вот это сравнение с прогрессией, со скоростью удвоения первой верхней линии, там, где скорость удвоения, значит, больше 6 месяцев. Мы сравнили также результаты лучевой терапии, гормональной лучевой терапии. Я показывал, что сравнение, оно не совсем справедливое, потому что больные, получавшие гормональное лечение, они прогностически были более неблагоприятны. Здесь представлена динамика показателей простатоспецифического антигена, значит, более, так сказать, зеленоватое, это гормональное лучевое лечение. Мы видим, что уровень маркера, он нормализуется уже через месяц после окончания лучевой терапии, а при тонкой лучевой терапии нормализация, он уступает через 6 месяцев после окончания лечения. И вот здесь сравнена желаемость без признаков болезни у тех больных, у кого мы не нашли в локорегиональной зоне рецидива. И, значит, по этим данным результаты тех, у кого мы, проводя поиски, все-таки нашли листов, они одинаковые. Вот мы, кроме этого, мы также используем, сегодня разработали методику так называемого гипофракционирования с нетермоличением дозы. Вот и с проведением симулитантного узкого дозы региональной зоны 1,8 составила на ложу удаленной простаты 2,35, а на выявленный рецидив 2,5 грея, что позволило на 2 недели уменьшить длительность лучевой терапии у больных с клиническим рецидивом, а с биохимическим чуть меньше. И используем при гипофракционировании только облучение с модуляцией интенсивности телеобъемно модулированной, слева это там дозное распределение, где определяется рецидив в региональных лимфатических узлах, а справа это, значит, в ложе удаленной обухой. Показатели выживаемости о беспредельном болезни при классическом фракционировании 84%, достаточно высокие, и при гипофракционировании они практически не отличаются, 89%. И если мы будем говорить о ранних лучевых повреждениях со стороны пищеварительной системы, то, значит, разницы достоверно нет, но все-таки есть какая-то тенденция к увеличению ранних повреждений при гипофракционировании по сравнению со стандартным, вот к концу курса лечения, но через месяц все это нивелируется, и мы не видим поздних лучевых повреждений, у этих больных выраженных, значит, на пищеварительную систему. И вот у больных с мочеводелительной системой, ну, примерно то же самое, есть тенденции к увеличению второй степени острых лучевых повреждений. Вот, минимальные поздние лучевые повреждения в этих пациентах. Ну, я сказал, что я все-таки, значит, выполнил то, что хотел, уложусь в 15 минут и вот не могу не остановиться на режиме о том, что спасительная лучевая терапия – это сегодня все-таки безальтернативный метод лечения больных локорегионарными рецидивами после радикальной простой атактомии. И вот на этом мне хотелось бы обратить внимание, что при прогрессивном росте уровня маркера повторные исследования в поиске локализации локорегионарного рецидива клинического, они не целесообразны, они приводят к росту маркера, указывающего на прогрессированные рецидивные опухоли, отодвигая начало спасительной лучевой терапии, что уничтожает вероятность получения наиболее высоких онкологических результатов. И вот имея уже такой опыт лечения вот этой группы больных, мы вот тоже уже думаем, что особенно у больных с очень низким уровнем пуса и при медленном прогрессированном росте лучше не сдать, когда цифра пересечет там цифру волшебную 0,2, а начинать лучевую терапию даже вот за этот период. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вот у нас есть такой вопрос. Вы только на него очень пресече, и в результате. Да. Почему же у нас есть такие результаты, которые вы получили, и у нас есть красивые. Ну, понимаете, вот сейчас вот на предыдущем заседании спрашивали, был такой же вопрос по поводу иностранного термина. Не мы его придумали, мы его пользуемся, нам он понравился. Все-таки мы врачи, мы спасаем больных. Ну, почему не назвать спасительное? Все время так спрашивают, Сергей Васильевич. Пожалуйста, у кого еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Вот урологи понимают, вот хирурги, этот термин. Сергей Иванович, спасибо огромное за очень интересное сообщение. Мне посчастливилось уже в некоторых вариантах встречаться с ним раньше. У меня два вопроса. Первый вопрос такой. Вы все проводите облучение тазовых лимфоузлов? Или, объясню дальше, почему я его задаю. Если, например, медленный рост ПСА, он ниже единицы, я задаю его потому, что у нас бесконечное размышление на этот счет, и мы не знаем ответа. И хотим посоветоваться. Низкий рост ПСА, ниже единицы, без клинических признаков. Вот в этой ситуации вы все-таки идете на облучение тазовых лимфоузлов с добавлением на ложе или идете одним ложем? И второй вопрос, который тоже к этому близок немножко. Если, например, у вас есть клинический рецидив в лимфоузлах тазовых, и вы получаете, конечно, там понятно, тазовые лимфоузлы, в этой ситуации даете вы пуст на ложе, не имея там, например, признаков клинических рецидивов? Или вы все-таки от этого воздерживаете? Вот это два таких мучащих у нас вопроса. Ну, спасибо. Они не только вас, они и нас всех мучают. Я думаю, что, вот видите, с 2013 года в НССМ нет четкого такого, четкой команды. Давайте берем всех, и давайте кого-то берем. А кого конкретно, тоже не сказано. Поэтому, но все-таки вот мы, знаете, мы тоже сомневались, кого брать, кого нет. Но мы, когда начинали лечение, выбирали объемы, все-таки это больные, у которых уже была операция, как правило. Больных, значит, где-то нож прошел по опухоли. И когда он проходит по опухоли, то как-то все-таки хочется расширить зону облучения, включить вот тогда вот эту зону. Поэтому мы практически у всех больных включаем. Ну, у некоторых, у человека у пяти, у первых, мы это не сделали. Либо вот у нас же есть руководство, которое говорит, ну, пожалейте пациента. Значит, пожалели. И вот сейчас мы лечим уже рецидивы в региональных зонах. Но права мы или нет, я думаю, что мы все равно в будущем что-то, наверное, будем переоценивать сами себя и что-то выберем, наверное. И, по-моему, имея хорошую технику, можно расширять объемы облучения. Конечно, при 2D очень сложно так говорить об этом. Пожалуйста. Будут еще у кого-то вопросы? Нет. Сергей Иванович, спасибо за очень интересный вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!